Дома и стены не помогли. В очередном матче чемпионата России уральский трубник потерпел поражение от лидера соревнований Красноярского Енисея. Итог встречи 2-9. Едва на стадионе зажигают прожекторы, голы уже сыпятся как из рога изобилия. В первые минуты гости забивают два мяча. К середине встречи укрепляют преимущество. Не помогает и тайм-аут, который трубники берут в самом начале. Я думаю, первый гол очень сильно повлиял с углового. Такое недопустимо. Мы проигрываем 0-7, 4 с угловых получили. Получается, они наказали нас за наши ошибки. Вот и все. А сейчас трудно ситуацию исправить. Пытаемся, что-то делаем. Пока ключи не нашли. Найти ключи к обороне соперника первоуральцам удается только после перерыва. Во втором тайме у хоккеистов уральского трубника будто открылось второе дыхание. Практически первая же атака обернулась голом в ворота гостей. Однако счет 1-7. Все еще оставлял желать лучшего первоуральским болельщикам. Болельщики первоуральской команды иллюзии не строят. Выдержать экзамен от лидера чемпионата Красноярского Енисея задача не из легких. Соперник практически полкоманды. Это команда нашей страны. То есть результат заранее известен. Но ребятам надо достойно сыграть. Чемпионы мира приехали играть. Практически мы чемпионы мира играем. Сыграть более или менее на равных получается во втором тайме. Хоккеисты уральского трубника смогли отквитать два мяча, а гости к тому времени забивают ровно столько же. Узнали, что уральский трубник серьезная команда. Играет на хороших растях. Поэтому настрой был подобает сильной команде. Поэтому провели весь матч практически на одном дыхании. Будем работать дальше, делать работу над ошибками. Готовиться к дальнейшим матчам. В дальнейших матчах соперники также серьезные. Ближайшая встреча дома с Кемеровским Кузбассом 17 февраля. А 20 числа уральский трубник сыграет с московским «Динамо». Алексей Вербицкий, Дамир Харисов. Новости Первоуральска.